Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, спасибо вам огромное. Я вас вижу и не верю, что я вас вижу. Ну как так, не верите, я здесь сижу, точно. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, работая на работе, на стрессовой, ну, расстояние, отношение на расстоянии, но вот у меня вопрос вот в чем. У меня прекрасные родители, просто вот родители, о которых человек может только мечтать. Вот, а бывает такое, что, ну, что у меня по отношению к ним возникает, мы работаем вместе на одной работе, бывает такое, что у меня возникает какая-то, то ли, вот, я не знаю, раздраженность, вот, ну, вот, раздражительность, вот. И это получается, это моим родителям неприятно, и, соответственно, и мучаюсь я. Скажите, как мне правильно здесь поступить? Ну, извиняться. Человек не может ни ошибаться, ни раздражаться, это невозможно. Мы, когда общение, отношения всегда вызывают конфликты, стрессы, напряжение. Вы хотите прожить без трудностей? Это невозможно. Как девушка рядом, вот, ушла отсюда, задавала мне вопрос, как мне прожить жизнь без трудностей? Невозможно. Надо просить прощения, говорить, я несовершенный, простите меня, пожалуйста. И жить дальше. Если вы уважаете своих родителей, это самое главное. Но сделать так, чтобы вы не раздражались, невозможно. Потому что вы не являетесь святым человеком. Святой человек, он соткан из одной чистоты. Его невозможно вывести из равновесия, потому что, с одной стороны, у него внутренний, в сердце очень много энергии, счастья, он наполненный. Мы все пустые. Нас чуть-чуть напрягло, и мы нервничаем. Мы пустые, но он наполненный святой человек. У него столько внутри счастья, что на всех хватает. А с другой стороны, он не раздражается, потому что раздражение означает влияние моей собственной судьбы на другого человека. Как ни странно. То есть человек просто дает мне то, что мне положено в жизни. Он мне отдает это назад, сам не понимая того. Но святому человеку не положено страдать. Поэтому его никто не может вывести из равновесия. Но вы не святой человек. Поэтому живите, как можете. Просто не требуйте от себя больше, чем положено. Если вы понервничали, просите прощения. И вам тогда станет легче жить, если вы поймете, что вы несовершенный человек. Но если вы из себя пытаетесь делать совершенного, и когда понервничали, вам становится странно, как это же так, почему же я понервничал, значит, вы не понимаете, что такое жизнь. Есть одна песенка «Падай и вставай, вставай и падай». Вся песенка состоит из «Падай и вставай, вставай и падай». Все нормально. Надо просто жить дальше. Не бойтесь падать и вставать. Спасибо вам огромное. Побеждает не тот, кто не падает, а тот, кто встает. А тот, кто упал и уже думает, что же я упал, все, я проиграл. Это неправильно. Спасибо.